Приветствую вас. К сожалению, ситуация такова, что если человек столь активно выражает негативное отношение к определенному классу людей, в том числе по национальному признаку, то здесь, скорее всего, вам, именно вам, скорее всего, ничего не сделать, в том смысле, что ну заступитесь вы, ну и что дальше, что произойдет-то. Вот. Меньше коллегам говорить негативом про людей не перестанут. В моменте коллеги, кроме как нации своей, да, гордиться нечем больше. Вот. То есть тут нужно понимать, что человек это делает не просто так. Нужно понимать, что человек это делает, ну, не на пустом месте. У человека есть попременность это делать, у человека есть необходимость это делать, понимаете? Вот. И заступаясь, вы, по сути, будете вызывать в человека агрессию, потому что это его смысл в жизни, это то, что напрямую, как бы, на него влияет, знаете? Вот. Поэтому нет смысла, нет вам смысла, да, заступаться. Абсолютно никакого смысла нет заступаться. Вот. Другое дело, другое дело, другое дело, что, если вот, допустим, к примеру, вас задевают то, что коллега говорит. Ну и другой вопрос. Ну и другой вопрос, да, уже другой вопрос, почему-то задевают вас. То есть в этом направлении, в принципе, можно будет поисследовать и посмотреть, вот, почему именно вас вызывает желание заступиться, да, если вот людей принижают. Ну принижают других людей, пусть принижают, вы здесь причем, причем, вот. За деле вашего партнера, за деле вашего партнера, да, опять же, это право человека, то есть это как бы его право говорить об этом. Вы можете сказать, что если хочешь, если хочешь высказать что-то по поводу моего партнера, либо говори ему лично, либо сделай так, чтобы я этого не слышал. Вот. Сейчас я, как бы, не любящую, да, чтобы без присутствия человека, да, кто-то там его обсуждал. Это вот, это вот все. Это ваша позиция. Пока. Ну а касается, касаемо остальных людей, если они вам никто, ради Бога, тут как бы, в чем заключается именно ваше, вот, именно ваше участие в этом, эмоциональное, как это вас увлекает? С партнером понятно, здесь важно правильно выбрать позицию, а что касается остальных людей, понимаете? Ну, то есть как бы, если вы не общаетесь с коллегой больше из-за этого, это ваше право, опять-таки. Это ваше право не общаться с ним. Но, история здесь такая, что вас это задевает, и это ваша, скажем так, проблема. Понимаете? Поэтому, вот, тут в этом смысле не все так. Просто, на мой взгляд, как могло бы быть. Это первое. Второе. Знаете, вы, вы можете поддержать своего коллегу. То есть, противодействовать коллеге бесполезно. Противодействовать коллеге бесполезно. Чем сильнее вы будете ей, ну, ей или ему противодействовать, да, тем больше ваш коллега будет продолжать это делать. Правда, делает он это именно по причине неодобрения. Именно по причине того, что так он, возможно, привлекает к себе внимание. Возможно. Я не уверен, конечно, но, возможно. Вот. Вы, если, значит, будете мотивировать его на то, чтобы более активно свою позицию выражать, да? То есть, если вы будете коллегу, эээ, ну, мотивировать более активно, эээ, продвигать эту его, его, вот, его точку зрения, чтобы он говорил ее, эээ, больше, громче и так далее. Вот. То рано или поздно коллега столкнется либо с тем, что от него большое количество людей отвернется, отвернется, либо у него подадутся в суд. По суду. Подадут в суд, либо привлекут к ответственности и так далее. То есть, если вы будете, эээ, содействовать коллеге в его позиции, такой вот, что это быстрее приведет к определенному результату. И результат этот, как ни парадоксально, будет, эээ, тем, именно, чего вы хотите. Если все будут также говорить, эээ, коллег, коллег, ну, все коллеги, да, у вас в коллективе будут этому человеку говорить. Что, типа, да, мы тебя поняли, ты давай дальше, как бы, мы тебя поняли, извини, ну, как бы нам тебе не интересно, да, мы же поняли, вот. Мы поняли твою мысль, давай громче, громче кричи, кричи об этом громче, то есть, как бы, вот и иди дальше. Иди дальше с этим и, и продвигай свою мысль. Вот и все. Пусть продвигает, пусть продвигает мысль дальше. Рано или поздно человек столкнется с, как бы, с последствиями, которые его, значит, заставят либо изменить свое мнение, либо поплатиться и поплатиться очень серьезно, скажем так, вот. А сейчас, ну, вот что вы сейчас делаете? Сейчас вы просто-напросто человека, условно говоря, вы просто его защищаете. Вы защищаете человека от его проблем. Вы не позволяете ему, как бы, столкнуться, столкнуться с сложностью. Которая имеет место быть, ну, у него, для него. Вот. Вы не позволяете, это, ну, вы не позволяете этого ему сделать. Просто. И все. Если вы ему не позволяете этого сделать, то о чем можно говорить тогда? Если вы не позволяете ему это вот сделать, то как он поймет, как он поменяет свою позицию? Как он поймет, где его позиция? То есть, еще раз повторю, мы сейчас говорим в отрыве от вас. Мы сейчас говорим в отрыве от вашей заинтересованности и того, что вас задевает. Понимаете? То есть, как бы, уместно было бы заступиться за этих людей один раз в качестве дискуссии. Да? И высказать вот свою позицию, что вот она у меня. Позиция, я имею в виду. Пока я вот считаю факт и все. И все. Вот у меня такая позиция, я так считаю и, как бы, ну, я думаю, что это правильно. Один раз высказали бы все. Если человек это делает постоянно, регулярно, то в смысл. Опять будет перепалка. Поэтому вы лучше обратите внимание именно на то, что вас задевает в этом. И подумайте, как этот момент, как свое внутреннее напряжение может быть снять. Понимаете? Вот это куда важнее. А коллеге нужно, как можно сказать, потворствовать в его поступках. Вот. А так вы его просто спасаете. То есть поймите, что вы помогаете ему таким образом. Просто помогаете ему. Когда спорите с ним, когда пытаетесь что-то ему доказать. Вот. Вы ему помогаете. Вот. Но вы же не этого хотите. Правильно. Вы же не помогать ему хотите. Вы же не хотите, чтобы человек перестал это делать. Правильно? Да. Ну а чтобы он перестал это делать, нужно, нужны условия. Нужны условия, чтобы он перестал это делать. Там еще, если условия не создавать, как человек поменялся, просто переделаете его. Нет. Нет. Вот если бы человек, вот так вот, допустим, покупался бы, скажем, на какие-то идеи со стороны. Да. Если бы человек, вот, ну, как-то быстро принимал бы другую сторону. Наверное, наверное, ну, наверное, грош, цена была бы такому человеку, потому что, потому что это был бы очень неуверенный в себе человек. Понимаете? Понимаете? Вот. Поэтому мне кажется, мне кажется, мне кажется, что вот именно так вам можно ответить на ваш вопрос. С одной стороны, это посмотреть на то, что вы хотите, например, для себя, да? С одной стороны, посмотреть на то, что нужно вам, и с другой стороны, подумать о реальных результатах того, что вы делаете для этого человека. То есть о реальных результатах ваших действий, о том, что вы ему, там, например, помогаете, допустим, чего вы не хотите, безусловно. Да? То есть, ну, я вот, например, более чем уверен, да, что вы не хотите помогать. Но именно это вы делаете. Помогаете. И по итогу самому вам будет обидно, если вы будете прилагать много усилий, да? Вот, будете как-то стараться, стараться будете, ну, вот, будете, соответственно, ждать, ожидать какого-то эффекта, а его не будет, потому что свою проблему, вот именно свою проблему, да, свою проблему вы не решите так. Так. Свои проблемы. Ну, например, неуверенность, там, сравнение с другими людьми и прочее, 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 а свои проблемы так не решите. Даже если человек согласится с вами в том, что вы говорите, свои проблемы так не решите. И поможете только другому, другому. Вот. И по итогу вы будете чувствовать себя ужасно обсташенным, вообще, беспомощным, бессильным и так далее. Ну, мне кажется, что вы человек разумный, вот, поэтому достойнее большего, так что позаботьтесь о себе. Позаботьтесь о том, чтобы экономичнее использовать свои силы, свои ресурсы, вот. Кроме вас, этого не сделает никто. Вот и всё. Может быть, этот ваш коллега просто завидует. И поэтому. Негативно высказывает. Вы же этого не знаете. И никто не знает, правильно, никто не знает. Никто не может знать. Всё верно. Так и есть. Вот. Понимаете? Поэтому, подумайте, пожалуйста, в этом направлении. Я надеюсь, что, ну, какую-то, вот, пищу для размышлений я вам дал. Вот. А дальше вы уже либо, либо сами пойдёте, своим путём, либо выберите себе эксперта и поработайте, ну, вот, именно над этим, да, поработайте в этом направлении. Значит, чтобы избавиться от тех проблем, которые у вас есть. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Бей. Бастlatил